доброе утро добрый день добрый вечер кто когда смотрит всем моим подписчикам привет с вами наталья поговорим о вчерашнем видео быковой и немножечко стрим займем ну о чем мы поговорим быкова вчера выпустила видео я думаю это видео еще от снято даже не в пятницу в четверг наверно скорее всего ну что мы видим она встречает лёшу или в пятницу это было утром встречает лёшу это не в машине потом мы видим их в магазине да я думаю у меня уже много перепутал что же что я видел в инстаграме что видео но видео такое что оля с лёшей и женей идут магазин и наконец оля быкова услышала нашу смеха до нашу нашего бобра надежды решила надеть дочь одеть не надеть их было куплено куртка и были наконец-то куплены ботиночки потому что в том в чем она ходила но это только для сельской местности это желтая куртка это конечно трэш красивую куртку купили до такой пепел розы по моему нам и цвет называется или так передает камера ботиночки так и не поняла какие она взяла белые или не белые черные ну какие-то взяла шапку на все купила но быкова же не могла остаться без подарка на себе тоже купила шапку в то время пока быкова жени была в магазине лёшу они отправили в другой в продуктовый магазин лёша пошел за вкусняшками вы кого только что отчесалась но лёша набрал опять одной химии мы это видели в корзинке до нехороших конфет таких еще проверенных советского союза а всякую хрень и быкова опять час нажрется этой гадости и будет чесаться но в принципе и и видео больше ни о чем она сказала вот приехала моя дочь а вот она скучает вот мы алексея встретили алексей такой прям вот молодец молодец он ездил встречаться с блогера в москву как на которого он подписан в этом в телеграм и в инстаграме и он так счастлив и этот мальчик протянул лёшу сделал репост делал него ссылочку на своем канале заплатили его протянули а youtube он ему как бы не очень нужен он ему не нравится жене же тоже сказала в инстаграме когда я смотрела и она сказала я инстаграм больше люблю потому что здесь нет хейта инстаграм сам отсеивает плохие комментарии или грубые а в ютюбе этого нету витубе надо все слушать выслушивать читать поэтому женя тоже не очень любит youtube то за хейт хотя какой хейт и все говорили правильно и советовали что делать как развить свой канал но она же этого не видит да поэтому видео было ни о чем да а сейчас я поговорю чуть-чуть что было еще за видео просто я зашла в stories в инстаграм инстаграм и бы кого сама сказала что она тоже любит снимать stories и в инстаграме что мы видим все семейство благородной бане и няня то ребятишки то женька то сергей петрович там бы кого-то вы знаете я что-то не помню было ли там лёшка да и еще я не видела в этот раз к в кадре веронику муж они были просто не попали в кадр и опять там музыка наложена и ребятишки там плавают и бы кого счастливые добралась до бани а вот теперь я немножечко перейду к стриму вчерашнего она же не могла ее три дня не было в стриме у нее началась ломка как у наркомана на не может чтобы не выйти в стрим и не попросить ну и что да уже в девять вечера в начале десятого она выходит в стрим с мокрой головой она даже в бане не посушила голову прямо мокрой головой приехала говорит вы видите у меня мокрая голова мы только что из бани это я что-то перестала последнее время ездить в баню потому что то болезнь была то операция то сказали нельзя вот сейчас уже разрешили извините вот сейчас уже разрешили и оля поехала в баню а раньше они ездят три раза в неделю подписчики вы слышите вы и деньги собираете она потом три раза ездит в баню но любит она это дело да еще с молоду любит поэтому 10 лет тюрьмы из быкова выходит булком теперь подписчикам потому что вы не только ее семью содержите вы еще оплачиваете ее хотелки на всю жизнь хотела в баню хотя нам кричала на стриме что построить баню это была прихоть ее бывшего мужа и она ее разобрала потом в конце концов и сделала детскую площадку потому что изначально там была детская площадка ну конечно зачем баня во дворе когда у нее и так тюрьма в доме за высоким забором спрячь за высоким забором девчонку ну вот нет оттуда а если дома была баня даже во дворе но это же с дома ты не убежишь это точно будет тюрьма до строгого режима а тут есть возможность в сеть свою дорогую машину сначала просто покататься даже если с детьми съездить все равно сколько на за один раз оставляет в бане она хоть и говорит почему он за ездит ей же там как многодетный делают скидку еще что там армяне работают ну любит оля армян но очень любит это тоже идет издалека я так думаю не в обиду артуру это сказано но работают у нее армяне в баню на ездит к армянам ну вот какое-то влечение к этой национальности у нее есть да ну и что на стриме она держала интригу что там натворил ее бывший а что натворил ее бывший она очень долго держала интригу разговаривала о всякой хрени отвечала кое-как на вопросы но слава богу в этот раз не было звонков ее любимого но есть давали вопрос опять же где дети и вот он ягодка на торте вишенка что случилось оказывается та женщина который я писала про избиение жени на нее вышел на нее вышел быков и попросил это сообщество которое в телеграме якобы написать на быкову заявление ну вот видите человек чужими руками даже если это так стелит себе дорогу в рай не выйдет быков что он захотел а он захотел там даже есть голосовое быкова дала его послушать но в общем козел он и в африке козел хотя и быкова ничуть не оправдываю но как поступает епэ ну хуже последний проститутки ну вот извините ради бога ну вот хуже самый последний какой-нибудь плечевой которая на трассе стоит хотя их тоже не очень-то осуждаю потому что у них мы не знаем их жизнь мы не прошли их не путь а быков проститутка самое настоящее который попросил эту женщину чтобы эти сообщества написали заявление жалобой в отдел образования где ее детский сад прокуратуру очень везде на что быкова сказала что египп поступает как хейтер липецкий липецкий не хейтер он юрист но да он много на них жаловался потому что они натворили много дел теперь для быковой это враг номер один а чтобы в пдн написали в опеку написали что детьми не занимаются что матерями разъездах ночью то что говорим мы быков тоже смотрит обзорчиков быков подружкам скоро пойдешь вот такой подлый этот человек про что ирина нам говорила много с ним связываться нельзя он очень подлый человек он такой знаете маленький вонючий клоп которого не дай бог задеть воне будет не дай боже на этой веселой ноте я с вами прощаюсь до новых встреч надеюсь вечером мы увидимся а у быкова наверно сегодня будет перерывных потому что завтра у нее сложная работа завтра 12 12 у нее флешмоб все мои дорогие не буду вас задерживать всех люблю всем пока пока